Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Здесь пришел такой довольно-таки большой пакет. Он не мой. В этом большом пакете у нас находится толстовка. Сейчас нынче модно. У молодежи толстовка такая балахон. Видимо, по-моему, не застегивается. Если застегивается, я не знаю. Сейчас мы посмотрим, увидим. Толстовка у нас шла 26 дней. Сегодня ее забрал. Такая с балахоном толстовка, не знаю. Короче, на наших сайтах такая толстовочка стоит 4000. Мне написал друг, типа, найди аналог, короче, на Алиэкспрессе. Он написал, найди аналог, в итоге сам нашел, скинул мне ссылку. И вот я заказал. Давайте вскроем и посмотрим. Черная. Сейчас посмотрим материал. Отзывы, конечно, там просто... Ух! Там супер продавцу респект. Там кричат, я вытащил вот эти вот шнурки. По размеру подошло супер, там, короче. Короче, отзывы вообще суперские, на самом деле, у меня. Так, вот смотрите. Толстовка не теплая, в принципе. Такой подхлад такой, ну, не прям теплый. Вот у меня толстовка, которая тоже заказывала с Алиэкспресса, она, как вот, теплая довольно-таки. Так, тут лейбл. Что тут написано, я даже не знаю. Что тут? Ну, хрен его знает, короче. Фоточку вот я сделаю. Посмотрите, как она выглядит во весь этот. Ну, не знаю, сейчас, короче, отключусь, посмотрю, что она, как себя представляет. А так вот, так смотрите, простая тряпка, да, фотография сейчас вот выложу, посмотрите, что это. А потом, короче, я думаю, что попрошу сфотографировать на человеке, как она сидит. Потому что это там человек довольно-таки низкий рост, и она идет на низкий рост. Вот. То есть она должна примерно до колена связать, свисать такая вот, такая вот тряпка. А, кстати, насчет того, что застегивается, не застегивается. Нет, она не застегивается, это идет, не знаю, что ли, плащ, что ли, такой. Она не застегивается. Брали на девушку, она вне низкого роста, должна подойти вообще суперски самая топ. Материал отличный, не пахнет вообще, вот, просто как будто, там, не знаю, в магазине сходил. Да, чуть-чуть помятая, но это все фигня. То есть швы просто отлично прошиты, суперское качество. Китайцу реально респект, уважуха, отличный отзыв. Вот тут, конечно, вот как-то вот похабненько настроена, настроченная бирочка. Да и хрен с нее, ее отодрать надо нафиг. Тут написано, типа, при какой температуре стирать и подобное бреднее. Так, ну, короче, сейчас я вот отключусь, посмотрю, что это из нее представляет, из себя представляет, что это за толстовка. Я вам скажу, фотку я выложу, скорее всего, в инстаграме, потому что смотрите мой инстаграм, я туда буду пытаться выкладывать какие-то товары, так сказать. Ну, короче, ладно. Я вернулся, что сказать, посмотрели в общей сложности, ну как, нынешнюю моду моя жена тоже не понимает. Вот, кстати, нашел небольшой косячок, не очень хорошо сшиты карманы, непростроченные карманы. Ну, я думаю, что это тоже не критично. Ну, я думаю, пойдет. И материал такой на ощупь моя, говорит, не очень приятный, на вид как бы тоже. Ну, честно, хрен ему знает. Она довольно-таки тонкая. То есть, даже вот, например, летом ходить, там, например, когда летом у нас бывает прохладненько, будет нормальный, кстати, накинул. Она не застегивается, она завязывается. То есть, раз, такая, как моя выразилась, жена, плохой банный халат. Ну, хрен знает нынешнюю моду, не понять. Так что, я думаю, что покупатель будет доволен. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, там, комментируйте, что к чему, там, что почем. Не забывайте про сервис backly.ru. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где у нас там еще, в фейсбуке я тоже там залез туда. Не знаю, будет толк, не будет. В твиттере я тоже есть, ссылки все есть, будут в описании. На это тоже будет в описании ссылочка. Так что, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok